Всем привет! Меня зовут Оксана Чеш, вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки «Хамас». По мнению Хана, они ответственны за военные преступления, которые были совершены во время нападения боевиков «Хамас» на Израиль и ответной операции израильских военных в секторе газа. Какова вероятность того, что МУС действительно удовлетворит этот запрос и какие последствия может иметь такой ордер, обсудим с юристом-международником, научным сотрудником Кельнского университета Глебом Богушем. Короткое объявление, прежде чем мы начнем. Если вы слушаете нас на YouTube, то, пожалуйста, подпишитесь на канал русской службы BBC и поставьте лайк. Спасибо. Глеб, добрый день. Добрый день. Ну, прежде всего, за что конкретно прокурор просит объявить в розыск этих людей? Прокурор обвиняет этих людей в большом очень числе преступлений. Это военные преступления, преступления против человечности, совершенные в ходе атаки «Хамас» на Израиль 7 октября прошлого года и ответные операции, которые действительно продолжаются до сего момента. Так же, как до сего момента имеются последствия того нападения, которое совершила группировка «Хамас», а именно продолжаются удерживаться заложники, которые были захвачены в тот день. Беспрецедентный набор обвинений по своей широте и по, я бы сказал, прозрачности того, что собирается делать прокурор и, собственно говоря, что предлагается рассмотреть судьям. Помимо обращения в Палату предварительного производства, был опубликован доклад группы экспертов, которая была создана прокурором, куда вошли виднейшие специалисты по международному праву, в том числе практики, которые работали бывшие судьи и люди, которые имеют очень серьезную репутацию в этой сфере. И эта группа полностью поддержала прокурора на основе анализа тех доказательств, которые у прокурора имеются. Если говорить в целом, то обвинения в отношении лидеров «Хамас» в основном связаны с убийствами, сексуальным насилием и захватом заложников в ходе нападения 7 октября прошлого года. И там также, помимо того, что они рассматриваются как военные преступления, эти нарушения, кроме того, имеются признаки преступлений против человечности, то есть широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население, в данном случае на гражданское население Израиля. Если говорить о Нетаньяху и Галанте, то можно сказать, что центральным обвинением является использование голода. То, что стало результатом беспрецедентной блокады, которая сопровождалась соответствующими заявлениями, как непосредственно этих должностных лиц, так и других фигур в руководстве Израиля. И тем, что фактически гражданское население стало объектом этой военной операции. Помимо основной цели, которая не ставится под сомнение, и которая является легитимной, а именно, собственно говоря, ответ на вооруженное нападение «Хамаса», фактически речь идет о коллективном наказании гражданского населения Газы. Я напомню, что цифры жертв гражданского населения, они совершенно чудовищные. Речь идет о цифре, которая превышает 35 тысяч человек на данный момент. И, безусловно, здесь тоже есть целый ряд существенных таких и очень серьезных обвинений. Одним из этих обвинений, например, является преступление преследования. То есть то, что люди стали жертвами, соответственно, действий израильских вооруженных сил, именно в силу их принадлежности и их палестинской идентичности. Это очень серьезное обвинение, и мы посмотрим, что скажут на это судьи, которые будут непосредственно это заявление анализировать и будут выносить свое решение. Речь идет не об ордерах пока на арест, а лишь о запросе. Хорошо. А как, какими инструментами суд сейчас будет проверять, что вот эти обстоятельства соответствуют реальности или не соответствуют реальности? Как это процессуально будет происходить? На этапе выдачи ордеров на арест стандарт довольно низкий. Это стандарт, разумные основания полагать, что эти лица совершили преступление. Ну, собственно говоря, речь идет о том, что они могли совершить это преступление, имеются доказательства, которые являются на данный момент, скажем так, разумными. То есть это не означает, что версия о том, что эти люди совершили преступление, является единственно возможной. Да, это стандарт, который довольно низкий. Он, прежде чем суд непосредственно будет рассматривать это дело, в случае, конечно, если кто-то из этих людей будет арестован, суду еще предстоит утвердить обвинение. То есть есть как бы три этапа фактически рассмотрения дела, и только после этого дело будет рассматриваться по существу. И лицо признается виновным уже тогда, когда нет разумных сомнений в виновности того или иного лица в совершении преступления. То есть в данном случае пока доказательный стандарт довольно низкий, тем не менее и практика суда, и практика других судебных международных учреждений показывает, что судьи подходят достаточно строго к анализу доказательств. Все, что мы знаем о Кариме Хане и о его юридической карьере, и о, главное, о том, что он делал уже непосредственно на посту прокурора МУС, говорит о том, что он крайне осторожный человек, и он крайне тщательно подходит к сбору доказательств. И, собственно говоря, ни у кого не вызывает сомнений, что доказательственная база в этом деле очень серьезная. В том числе в силе того внимания, того, я бы сказал, беспрецедентного политического давления, которое на прокурора оказывается. И, собственно говоря, мнение панели экспертов, где тоже крайне, я бы сказал, ответственные и серьезные люди с очень серьезной репутацией, говорит о том, что доказательств в этом деле на данный момент достаточно, по крайней мере, вот на этой процессуальной стадии. Если говорить о том, какие это доказательства, ну, во-первых, есть масса доказательств, которые исходят от самих фигурантов. Как известно, Хамас документировал собственные преступления, и, собственно говоря, заявления лидеров Хамаса, они полностью соответствовали тому, что происходило 7 октября и в последующее время. В определенной степени то же самое можно сказать и про зернастких должностных лиц, поскольку их заявления, они, собственно говоря, являются одним из центральных, так сказать, моментов доказывания. Кроме того, наверное, как ни любой другой конфликт вооруженный, как никакая другая война, мы здесь видим очень большую роль. Медиа очень много данных, которые получены в результате видеосъемок, в результате анализа данных различного рода. И здесь доказательств, как мне, представляется много. Но, опять же, мы не знаем. Это конфиденциальная информация. Доказательства никогда не раскрываются в широкой общественности до определенного момента. Поэтому я бы не хотел спекулировать. Но то, что мы знаем, то, что мы знаем о том, как работает суд, и то, что мы знаем конкретно про прокурора, это говорит о том, что доказательства имеются, и они имеются существенные. Другое дело, что судьи могут дать им разную оценку, и, собственно говоря, здесь никакой заданности, конечно, нет. Мне кажется, важным попробовать прояснить еще вот какой момент. А такой двойной, двойной в кавычках, ордер, это юридически как бы нормально? Ведь получается, что прокурор требует арестовать представителей обеих сторон конфликта за военные преступления. Но одна из этих сторон представляет государство, а вторая – кого с точки зрения международного права? Дело в том, что речь в Международном уголовном суде идет о индивидуальной ответственности. И индивидуальная ответственность как за военные преступления, так и за преступления против человечности, она, строго говоря, не зависит от того, какой стороне конфликта принадлежит то или иное лицо, какую должность она занимает. Мало того, статут прямо говорит о том, что это не имеет значения. И, собственно говоря, можно разделить всех осужденных и подозреваемых на государственных акторов и негосударственных акторов. В данном случае эта позиция прокурора, это не моя, это то, что прокурор говорит в своем заявлении, он рассматривает ситуацию в Газе как два вооруженных конфликта, которые одновременно сосуществуют. Первый конфликт – это конфликт не международного характера между группировкой Хамас и Израилем. И конфликт между Израилем и Палестиной, который связан с тем, что осуществляются военные действия на территории Палестины без ее согласия. То есть в данном случае речь как бы идет о двух конфликтах юридически. Но в любом случае ничего в этом такого фантастического нет. Это, в принципе, то, что очень многие от прокурора требовали, чтобы он особенно в этой ситуации обращал внимание на обе стороны конфликта в данном случае и на их нарушения. Но я не могу согласиться с той критикой, которая очень много сейчас раздается, что якобы здесь есть какое-то приравнивание одной стороны к другой. Суд этим не занимается, и в целом право этим не занимается. Речь идет о том, что в конкретном вооруженном конфликте совершаются преступления. И обвинения, которые выдвинуты, они разные. Да, и там, и там есть военные преступления, и преступления против человечности, но это разные обвинения. И в этом, как мне представляется, есть некоторый смысл. Что касается выбора делать это одновременно или делать это в разное время, ну, это вопрос, скажем так, тактики расследования. Это публичное действие, да, не все эти действия должны быть публичными. Мы не знаем, возможно, есть другие подобные обращения к судьям. Ордеры часто бывают непубличные, то есть они могут носить непубличный характер. Поэтому здесь что-то сказать очень сложно, но если говорить о самой идее о том, что конфликт, который включает в себя большое число нарушений различных сторон, и есть, собственно, запрос в этом плане, по крайней мере, такое решение выглядит разумным. И к нему очень многие призывали прокурора. То есть это не является какой-то абсолютной неожиданностью. Тогда, если можно, я еще вот какую вещь уточню. А с точки зрения МУС и с точки зрения международного права есть ли какая-то разница между преступлениями против человечности и терроризмом? Ведь, в конце концов, Хамас, о котором идет речь, признан террористической организацией во многих странах-участницах того же МУС. То есть нет ли здесь какой-то в этой части юридической тофтологии как будто? Нет. Сам по себе терроризм, он не является преступлением по римскому статуту. Он в основном является преступлением по национальному праву. Но определенные террористические акты, безусловно, являются преступлениями против человечности. То есть одно не противоречит другому. И, в общем-то, вот характеристика, в частности, тех обвинений, которые предъявляются лидерам Хамаса, она, собственно говоря, это, конечно, преступления, которые носят террористический характер. То есть они направлены на гражданское население, они направлены на то, чтобы действительно вызвать вот этот ужас, они связаны с массовым убийством людей по политическим мотивам. И вот это насилие, оно охватывается понятием преступления против человечности. Преступления против человечности, совершаемых в рамках широкомасштабного и систематического или систематического нападения на гражданское население. В данном случае обязательным признаком по римскому статуту этих преступлений является то, что они реализуются в рамках политики государства и организации. Я вот такую прямо цитату привожу из определения преступлений против человечности. То есть, собственно говоря, само определение говорит о том, что они могут совершаться как в рамках государственной политики, так и политики организации, которая, ну, обладает возможностью, если хотите, совершать такие преступления. Это как раз случай Хамас, потому что, к огромному сожалению, этой организацией были эти возможности. И в этом плане это как раз очень важная характеристика, что это не просто акты насилия или акты терроризма, которые, как мы хорошо знаем, могут на национальном уровне очень-очень произвольно рассматриваться и трактоваться, а это именно преступления против человечности, которые рассматриваются таким образом международным правом. Поэтому я полагаю, что это очень правильно, что на международном уровне, на уровне международного уголовного суда эти преступления получают правильное, если хотите, имя. В прошлый раз, когда МУС был такой большой новостью, это был 2023 год, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Но как-то это все было совершенно по-другому. Мы просто узнали о том, что это действие совершилось, то есть не было никакого предварительного заявления прокурора Хана, ничего такого. А сейчас как будто эта процедура выглядит по-другому. А в чем разница? Почему так по-разному юридически идут эти процессы? Ну, это не первый раз. Используются различные такого рода схемы. В принципе, статут позволяет это сделать. Можно сказать, что то, что произошло в эти дни в рамках расследования ситуации в Палестине, это более, скажем так, редкий случай. Но он ранее тоже использовался. Например, таким же образом прокурор обратился за ордером на арест бывшего суданского президента Амара Альбашира. Это был первый прокурор еще, Амарена Акампа. И, опять же, есть усмотрение у прокурора. Насколько он считает важным в рамках, ну, например, сотрудничества с государствами. Насколько, какой он считает важным подать сигнал. Тайминг важный в данном случае. Но когда мы смотрим на конкретную ситуацию, мы должны смотреть, что путешествовало этому событию. И мы можем увидеть, что прокурор много раз обращался, в основном он обращался к израильским властям. Много раз были предупреждения о том, что игнорирование требований международного сообщества. Я напомню, что были многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Соединенных Наций. Был приказ, обязательный для Израиля, приказ международного суда в рамках того дела, которое рассматривает суд по иску Южной Африки. И были, наконец, очень большое число призывов со стороны прокурора к конструктивному взаимодействию, к усилиям, которые должны быть приняты на национальном уровне. И все это было в основном связано, во-первых, с доступом гражданского населения к жизненно важным ресурсам. Кроме того, это было связано, собственно говоря, с тем, что любое государство должно делать. Оно должно не просто соблюдать международное право, оно должно расследовать и оказывать нарушителей. Ничего подобного не происходило. И прокурор много раз говорил об этом. Мало того, была развернута кампания на основе утечек, видимо, которые имелись у израильского правительства, у американских властей, властей Соединенных Штатов. Направленные на дискредитацию суда были многочисленные угрозы в адрес прокурора и судей. Поэтому, возможно, вот этот тайминг, я в этом не уверен, но, скорее всего, в том числе это было связано с этим. Но еще раз повторю, по тем документам, которые представлены, в частности, по докладу группы экспертов, видно, что эта работа велась очень длительное время. То есть это не какой-то сюрприз, это не какая-то просто моментальная реакция на что-то. Это очень серьезная работа. Каким образом это было объявлено здесь, большое значение имеет, конечно, стиль работы прокурора. Это человек, который, ну вот в плане того, каким образом то или иное процессуальное действие должно быть представлено, он имеет очень большую свободу усмотрения. И в данном случае мы видим, что это действительно вызвало очень большую серьезную реакцию. Реакцию неоднозначную, действительно, есть довольно большое число государств, которые высказались в поддержку такого решения. Ну и есть, естественно, критики, которых тоже довольно много. Ну вот, кстати говоря, Конгресс США вплоть до того, что рассматривает вероятность введения каких-либо санкций и каких-то мер воздействия на МУС, а теоретически что это могут быть за меры? Это очень давняя история. Напомню, что первым президентом был еще муж младший. Это в начале 2000-х годов, еще когда суд только начал свою работу. Был принят так называемый акт, который до сих пор частично действует. Это его в народе называют акт о вторжении в ГАГу, который предусматривал даже возможность специальных операций в случае, если суд каким-то образом будет пытаться рассмотреть дело, связанное с американскими военнослужащими. Ничего себе. И это, собственно говоря, нас возвращает к вопросу о том, в чем разница между демократической и республиканскими администрациями. Что касается санкций в отношении должностных лиц суда, то последний пример таких санкций, он имел место при президентстве Дональда Трампа, когда были введены различные санкции, в том числе визовые, связанные с ограничением поездок, что для суда довольно чувствительно, поскольку есть довольно серьезное сотрудничество с Организацией бюджетных наций, штаб-квартира, которая находится в Нью-Йорке. И в целом, конечно, это существенный момент замораживания счетов ряда сотрудников. И Байден, когда пришел после избрания, отменил эти санкции. То есть здесь есть, ну, некоторое, так сказать, изменение было позиции, и позиция была довольно конструктивной. Что интересно, поддерживала администрация США очень расследование преступлений в Украине. Хотя Российская Федерация, например, тоже не является участником статута, как, кстати, и Украина. Но здесь очень агрессивная риторика и постоянные утверждения, которые в действительности не соответствуют о том, что суд не обладает никакой юрисдикцией, не имеет никаких прав и так далее. То есть эта риторика очень серьезная и, конечно, довольно будет символично, если действительно администрация поддержит введение санкций против должностных лиц суда. Но это пока разговоры. Дело в том, что пока и секретарь Блинкен и некоторые другие должностные лица, они все-таки говорят о том, что мы будем работать, мы будем работать с Конгрессом. То есть пока какой-то четкой поддержки именно варианта санкций такого пока нет. Но, да, это заявление, я бы сказал, их такая агрессивность и, в общем, непримиримость, она несколько неожиданна. Все-таки ожидалась более сдержанной реакции со стороны Соединенных Штатов, тем более, что в последнее время они стали все-таки менее категоричными в своей поддержке политики, скажем так, израильского режима, руководства нынешнего. Вы уже упомянули о том, что была проведена довольно большая работа перед этим запросом на ордер. И, действительно, предшественница Хана на посту прокурора Фату Бенсуда несколько лет назад уже инициировала расследование преступлений, которые были, предположительно, совершены в 2014 году во время конфликта в Газе и во время конфликта на Западном берегу. И в 2021 году вроде бы это расследование даже началось, но потом через два года оно как будто застопорилось, и в СМИ тогда попадали комментарии, что просто у суда нет ресурсов на это расследование. А как этот опыт вообще может повлиять на подход к требованию прокурора сейчас? Откуда эти ресурсы возьмутся вот спустя полтора года? Ну, здесь объективная, конечно, есть сложность у суда, потому что много расследований, и они, безусловно, не предполагали, например, что будет возникнет украинская ситуация. Хотя она была, она была уже в суде, но находилась на стадии только проверки информации о совершении преступлений, и непосредственно расследование в Украине прокурор начал только в 2022 году. Есть целый ряд других, в частности, есть ситуации, по которым идут процессы, которые тоже требуют финансирования, и это вопрос ресурсов, это вопрос их распределения, это вопрос приоритетов. А это вопрос политики, на самом деле, прокурора и его офиса, и надо сказать, что здесь частично было очень много критики, критиковали различные специалисты. Я был тоже, например, критически настроен в отношении политики прокурора, приоритетов прокурора. Я как раз считал, что вот эта ситуация требует большего внимания, но, тем не менее, как выяснилось, что работа серьезная шла, да, и здесь надо немножко тоже понимать, что есть, скажем, такая общая риторика, которая, понятно, всегда обращена к государственным участникам, и этих ресурсов всегда не хватает, их мало, но есть, тем не менее, работа, которая проводилась. Поэтому я полагаю, что, конечно, это остается проблемой, что ресурсов не хватает, но можно сказать, что здесь есть все-таки продвижение, бюджет сюда увеличивается, он по-прежнему не соответствует тем запросам, которые, в частности, прокуроры, другие органы предъявляют, но, тем не менее, средства есть, и они будут, я думаю, аккумулированы. Очень важно, чтобы здесь была прозрачность, да, потому что суд находится под постоянным, я бы сказал, таким обстрелом перекрестном, критики и различного рода критики, которые носят очень часто недобросовестный характер. И один из таких вопросов, который всегда возникает в суде, кто финансирует, да, какие источники работы, а работа требуется серьезная, да, это серьезная работа, это персонал, это расследования, которые вовлекают большое число специалистов. И здесь очень важно, чтобы бюджет суда, чтобы финансирование было прозрачным, чтобы оно осуществлялось на, скажем так, понятных принципах, потому что, когда одни ситуации финансируются, а другие нет, понятно, что возникает, проблема существует в том, что ожидания отдельных государств, они становятся приоритетными, они определяют, что суд расследует. Это совершенно неправильно. Международный уголовный суд должен исходить из объективных представлений о том, какой ситуации нужно отдавать приоритет. В то же время это не означает, что то или иное, например, конкретное преступление, конкретная ситуация должна обязательно будет расследоваться необъективно, в силу просто того, что существуют определенные приоритеты государства, да, это говорит лишь о том, что здесь должно быть больше прозрачности, и это в интересах государства, да, государства вместо своих рассуждений о том, что нужно сделать, должны, конечно, суд поддерживать в том числе путем более, я бы сказал, стабильной поддержки и финансовой, и иной, да, поэтому здесь, конечно, очень важно этот процесс держать под вниманием, и будем надеяться, что здесь будет какая-то позитивная динамика. Суд критически зависит от своих государств-участников, это 124 государства, ну, мы видим, что даже здесь есть разные реакции, и целый ряд государств-участников, например, они довольно серьезно критикуют суд и с разным мнением. Поэтому это вопрос серьезный, он довольно острый, но надо сказать, что он обсуждается, и есть форум, где это обсуждается, это ассамблея государств-участников. Помогите нам, пожалуйста, понять что-то про гипотетическое будущее. Если МОС согласится с Ханом, что это будет означать, с одной стороны, для Нетаньяху, Израиля в целом, и что это будет означать для лидеров Хамас, если решение об арестном ордере будет принято? Ну, они получат иной процессуальный статус, да, то есть на сегодняшний день они никаким статусом не обладают, да, речь идет о предварительной совершенно процедуре. Если будут выданы ордеры на арест, они станут подозреваемыми, и 124 государства, участники римского статута, будут обязаны их при получении информации соответствующей задержать и передать в суд. Это, конечно, существенно осложнит политическую деятельность тех двух лиц в израильском руководстве, о которых мы ведем речь. Наверное, в меньшей степени это касается лидеров Хамаса, которые и так не пользуются большой свободой своих действий. Но довольно сложно, конечно, ожидать, что эти ордеры будут исполнены, по крайней мере, в ближайшем будущем. Тем не менее, мы видим, и это видно по реакции, что это беспокоит потенциальных подозреваемых, да, и, конечно, они этого не хотят. Несмотря на заявление, что нам все равно, конечно, и мне все равно. Это, конечно, создает очень серьезную политическую проблему, да, потому что мы понимаем, что существуют международные отношения, существует необходимость в контактах между государствами, и ситуация, когда действующий глава государства или глава правительства, как данном случае, является подозреваемым в Международном уголовном суде, ну, она затрудняет не только их жизнь, но и создает существенные изложенности других государств. Тем не менее, это результат того, что происходило в течение предыдущих месяцев, да, когда эти люди не реагировали ни на какие призывы со стороны огромного большинства государств и призывы международных организаций, включая Международный уголовный суд. Поэтому здесь можно сказать, что, конечно, мы видим очень серьезную проблему, которая связана просто с тем, что Международный уголовный суд существует в очень таком, я бы сказал, токсичном политическом климате. Но иначе быть не может. Он изначально создавался как суд, который одним из таких, ну, основных его целей, конечно, являлись лидеры серьезных и государств, и негосударственных формирований. Вообще это беспрецедентное событие, поскольку впервые в истории подозреваемыми в суде могут стать лидеры, скажем так, государства, которые входят в западную коалицию и которые поддерживаются, ну, скажем так, значительным числом, имеют влиятельных союзников на Западе. То есть это на самом деле первый такой случай. Это очень значимое событие, потому что, собственно, суд критиковали всегда за то, что он был судом для Африки, судом для, собственно говоря, тех стран, которые не являются друзьями западного сообщества и в первую очередь Соединенных Штатов. То есть это был суд, который рассматривался в качестве такого как бы вторичного образования для конфликтов, которые далеко, которые не включают в себя, скажем так, друзей. И значительно серьезнее обстоит вопрос, когда суд действительно занимается в том числе теми, кто является друзьями, в данном случае ведущий государь Запада. Это очень серьезный такой поворот, но я бы не стал этому исключительно радоваться. Это, конечно, позитивно с точки зрения того, что суд в том числе реагирует и есть движение как бы в сторону, я бы сказал, больше инклюзивности этих расследований. Но, к сожалению, поводом для этого являются действительно страшные события, и вряд ли этому надо радоваться. Но ведь при этом вы уже сказали, что вероятность того, что этот ордер будет исполнен, она не очень велика. Тогда зачем эта попытка? Ну, как любое расследование, как любое применение права, он не исключительно связан с конкретным лицом. Даже если мы предположим, что эти люди не будут арестованы, не будут преданы суду, мы все равно имеем дело с эффектом за пределами этих лиц. То есть мы имеем дело с так называемым сдерживающим эффектом, который, безусловно, имеет место, который означает, что расследование возможно, что Международный уголовный суд существует. И прокурор сам сказал, что это не единственный ордер, это не последний ордер. И, безусловно, в этой ситуации будут другие случаи, и они будут касаться разных лиц, в том числе менее публично значимых, менее защищенных лиц от международного правосудия. И это могут быть более мелкие рыбы. Тем не менее, это очень важный прецедент, который говорит о том, что... Это важный сигнал, который говорит о том, что даже люди, которые обладают очень серьезной, не только серьезной властью, но и серьезными возможностями, они не находятся за пределами правосудия. И даже если физически на данный момент их невозможно задержать, арестовать и привлечь к суду, они так или иначе вынуждены отвечать на эти обвинения. Они вынуждены корректировать свои действия. Конечно, оптимальным, и то, что я бы хотел, например, от этого, чтобы это внесло позитивный вклад в то, что происходит в ГАЗе. То есть прежде всего этого мы ожидаем. Пока, к сожалению, сложно на это рассчитывать, но, тем не менее, я думаю, что это важный момент. Это важный момент, это важное средство, я бы сказал, в том числе давление на этих людей и на все то, что происходит. И очень важно это напоминание о том, что военные преступления, преступления против человечности, они не будут оставаться безнаказанными. И это не только международный суд, это и национальные органы, и это и национальные суды. И я надеюсь, что все-таки безнаказанности абсолютно здесь не будет. Да, это очень важно, эта задача, основная суда, положить конец безнаказанности. К сожалению, мы имеем дело с реальностью, она такова, что не только международные преступления, но большинство преступлений в целом, они остаются безнаказанными. Тем не менее, это не повод для того, чтобы опускать руки, чтобы отменять уголовное право, чтобы распускать суды. А наоборот, это повод для того, чтобы их поддерживать, не подрывать, по крайней мере, основы их деятельности, не использовать циничные и манимулятивные политические аргументы для отрицания очевидного, а именно того, что преступления совершены, и ответственность за их совершение должна наступить. Глеб, спасибо вам большое. Я напомню, что это юрист и специалист по международному праву, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Наш подкаст можно найти на сайте Русской службы BBC, а еще мы публикуем его в наших соцсетях и, прежде всего, в Телеграме, но намного удобнее слушать нас в подкастах Apple и на других подкаст-платформах, ну и, конечно же, на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, оценки, и так о подкасте узнает больше слушателей. Меня зовут Оксана Чиж, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok